Противник продолжает нести значительные потери. В разгромленном под населенным пунктом Мирной долины Луганской Народной Республики в 34-м батальоне 57-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины потери за два дня составили более 150 человек убитыми и около 450 раненых. В каждый из рот данного батальона не более 15-20 солдат. Младший командный состав бросил своих подчиненных и дезертировал из района боевых действий. В подразделениях 30-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Кленовое Донецкой Народной Республики в результате огневого поражения российскими вооруженными силами осталось менее 50% в личном составе. Еще более 170 солдат и офицеров командованием эвакуированы из района боевых действий с тяжелыми ранениями. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территорию Украины. 22 июня высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожены 49 резервуаров с топливом для военной техники Вооруженной силы Украины, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. За сутки высокоточным оружием ВКС России также поражены 3 базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева, 4 пункта управления, живая сила и военная техника в 18 районах. Операционно-тактическая и армейская авиация за сутки уничтожены, живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиационный пост в районе Константиновки Харьковской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника Вооруженной силы Украины в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 155-мм гаубыц М777 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня СМЕРЧ в районе Новопокровская ДНР. Уничтожены 3 мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жовтима, Киселевка, Бармашова, Николаевской области. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении за сутки поражены 8 украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевки, Веселая, Дзержинск, Новолуганская, Курзюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии вооруженной силы Украины в огневых позициях в районах Новопокровская, Голицыновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка и в районе Клебан-Быковского водохранилища, которое обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР. В результате ударов авиации ракетных войск и артиллерии за сутки уничтожены. Более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин, 3 боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах Остров Змеиный, Петрополье, Стрелечье, Малая Камышеваха, Дементьевка, Харьковской области, Скадовск, Херсонской области, Донецк, Горловка, ДНР, Горская, Окнино, Луганская Народная Республика и Новая Сбурьевка, Херсонская область. Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески-Радьковской Харьковской области и 22 реактивных снаряда РСЗО в районах Донецка, Макеевки, Горловки, Камышевахи, ДНР, Червоная, Изюм, Сухая Каменка, Харьковской области и над островом Змеиный. Всего с начала проведения специальной операции уничтожены 211 самолетов, 132 вертолета, 1329 беспилотных гнетательных аппаратов, 349 зенитных ракетных комплексов, 3750 танков и других боевых бронированных машин, 647 боевых машин реактивных систем залпового огня, 2088 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3818 единиц специальной военной автомобильной техники.